добрый вечер наша недельная глава бог и скажем так можно сказать кульминация нашей главы по смысле это естественно казнь первенцев к экспертам которых очень немножко заняться и поговорить о ней потому что скажем так это оказалось которое очень сильно скажем так раскрывается описывается как и на как скажем как угроза как предупреждение допустим прочитаю и сказал муж и так сказал господь около полуночи я пройду среди египта и умрет всякие первенцы земли египетская первенца поро который сидеть должен на престоле и вода перца рабыни которые за жерновами и все первородное из скота и и будет вопль великий по всей земле герца никогда не было никак и какого не будет более это с точки зрения то есть на базе уже угрозы описываться и также естественно когда описывается сама казнь тоже сильно видно очень такое скажем так перечисление сейчас тоже зачитаю это когда сама казнь описывается когда он пришла уже и было в полночь господь поразил всякого первенца в земле египетской первенца фараона который сидеть должен на престоле и вода первенца узника находящаяся в темнице и все первородное из скота и стал поро ночью и сам и все рабы его и все египтяне был великий вопль в египте ибо не было дома где не было мертвеца и призвал маше арона ночью и сказал встаньте выйдите среды народа моего и выйдите на израилево и пойдите служите господу как говорили пыль и мелкий скот и так далее так далее и напирали египтяне на народ чтобы скорее выслать их из земли бы сказали они мы все умрем то есть тут описывается и уже при угрозе мошера бейну предупреждает что будет великий вопль земли египетской и мы видим реакцию египта очень тяжелую то есть фараон сразу уйди куму цуми то хами то есть станьте уйдите отсюда то есть видимо с него народ египетский то есть во первых плач стоит по всему египту нет меддома в котором нет мертвеца и нужно понимать что речь идет о боли настоящей боли это не великий вопль в египте это не крокодильные слезы речь идет о страшной то есть боли которая проявляется то что называется при милосердии родителей к ребенку погибшему то есть да на самом базовом опыте они переживают все египтяне переживают очень тяжело гиблю детей то есть даже если это дети взрослые люди уже это очень тяжело в принципе это огромная страшная удар по всему египту египтянами и поэтому стоит быть с этим чувствительным не просто так и поэтому кстати такая ситуация как сказано то есть нет дома в котором нет мертвеца это страшно вообще представить то есть все дома то есть трупы лежат то есть нет места где нет трупа это просто страшная вещь и на фоне этих стихов нужно задаться очень важным этическим вопросом и тяжелым вопросом понятно почему был наказан первенец фараона уже перед фараона это человек которого продолжит то есть это не обязательно что-то обычно в мультиках и фильмах рисуют ребенка никто не говорит что был ребенок потому что перед фараона фараон это при столе перед фараона может быть и юношей и взрослым мужчиной когда его отец сидит на престоле до сих пор а тем более если тот тот фараон который делал очень длительное время всякие проблемы то явно то что это уже великовозрастный человек в любом случае он по смерть вот этого наследника можно понять часть империи зла и тогда вопрос тяжелый а в чем провинились извините меня рабыня за жерновами или узник который сидит в тюрьме или и тем более животные в египте то есть да почему они получили такое наказание то есть с этим нам нужно забраться в чем их грех если то есть фараон не отпускает если там элита делать всякие проблемы эти то тут причем и почему они должны гибнуть это вопрос которым мы сегодня я хочу этим заняться и на этом можно дать скажем так два скажем так два направления ответа первый ответ весьма простой и он можно тут упомянуть скажем так не очень далекую от нас хронологические то есть вещи которые происходили с еврейским народом раф соловейчик например рассказывает что когда он был мальчиком то есть когда он был ребенком еще в царской россии когда он жил в хословиче его папа был раввином он говорил тот кто обижал его и принижал его это был не царь сидящий на престоле в санкт-петербурге а это делали соседи абсолютно простые люди то есть да то есть не евреи просто люди нет царя он страдал от простого народа почему потому что когда есть какая-то группа населения которая находится под скажем так под властью кого-то и беззащитная в каком-то смысле тогда раскрываются все скажем так жестокости и все плохие качества тех людей и выходит все это наружу то есть у человека таким образом это то что делает то есть и народ нужно понимать нету ни одного тирана нет ни одного правителя который делает куда-то зло и так далее сам по себе без того что у него есть поддержка от его народа будь она активная или будь она пассивная так или иначе то есть да он ему ну он вынужден ему нужна поддержка и более низших слоев иначе он не может делать свою тиранию то мы видим то же самое делал фараон сам начале книги шмот в начале книги шмот если мы откроем фараон обращается к народу что он говорит он говорит и восстал новый царь над египтом который не знал юсефа и сказал народу своем вот народ сынов израилевых многочисленнее и сильнее нас давайте перехитрим его чтобы он не размножался иначе когда случится война присоединится к нам приятелям нашим и будет воевать против нас и выйдет из страны и поставим одним начальником рабочего вы знали его и так далее то есть фараон обращается кому фараон обращается к народу показывает проблему угрозу внешнего врага так называемого и и он получает полностью поддержку для народа должен начать свою тиранию так оно работает то есть да любой лидер любой диктатор любой правитель который делает злой и так далее о ему требуется поддержка народа будь то фараон будь это гитлер будет а сталин будь кто угодно никто не может работать то есть да так как им хочется и желается без того что у него есть народ который стоит за ним этот народ То есть, будь он активным, стоящим за ним, или пассивно стоящим за ним. Он на этой поддержке двигается. По этой причине, как граф Соловейчик говорит, его не царь обижал в его местечке Хаслович. Его, извините, деревенские пацаны обижали, или деревенские бабы, или деревенские мужики. В простонародье. Это первое. Почему египтяне, то есть, они не такие уж и праведные были. Есть второе, то есть, да, скажем так, подход, почему, да, полагается им наказание. Почему их надо наказывать. И для этого нужно сделать базовое разделение между двумя видами борьбы. Между частным и коллективным. Сейчас объясню. Я для того, чтобы объяснить, приведу пример. Приведу несколько примеров, чтобы вы это поняли. Я начну с примера очень простого. Я вернусь к книгу Береши и два рассказа про изгнание Агар. И там очень интересные моменты раскрываются. Кстати, заодно мы поймем, что произошло с этим изгнанием. И почему, и как, и почему первое, то есть, как бы, вернули Агар, а второе нет. И почему Всевышний согласился с Авраамом. Итак, первое изгнание появляется у нас в книге Береши, в главе Лех-Леха, где описывается следующее. А сарай, жена Авраама, не рожала ему, у него была рабыня египтянка с именем Агар. И сказал сарай Аврааму, вот Господь лишил меня плодородия, войди же к рабыне моей, может быть, у меня будут дети через нее. И послушался Авраам голоса сарай, и взяла сарай, жена Авраама, служанка свою египтянку Агар, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Кнанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жены. И вошел он к Агаре, и она зачала, видев же, что зачала она, то госпожаю лишилось уважения в глазах ее. То есть, она начала к саре относиться неуважительно. И сказала сарай Аврааму, обида моя из-за тебя, я отдала рабыню с моего влона твое, а как увидела она, что зачала, то я лишилась уважения в глазах ее, господь досудит между мной и тобой. И сказала Авраам сарай, вот рабыня твоя в руке твоей, делай с ней что хочешь, что угодно в глазах твоих. И притесняла ее сарай, и она убежала от нее. И нашел Иоанну Господину, источника воды в пустыне, источника дороги Шур. И сказал он, Агар, рабыня, сарай, откуда ты пришла и куда идешь? И сказал, сарай, госпожи мои, бегу я. И сказал Ангел Господь, возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее. И сказал Ангел Господь, умножай, умножу потомство, и оно несчастливо будет от множества. Окей. Что говорит Раскад? Наша Сарам, наша праматерь Сара, не просто так дает свою служанку Аврааму, чтобы появился потомство. Нужно понимать, это мессерут нефеш. Это самоотдача, это в принципе жертва собой. Почему? Представьте себе, женщина, которая не рожает, она уходит со своего места как жена и дает, ради того, чтобы Авраама была потомство, другую женщину. Я думаю, женщины меня поймут. Но я думаю, что мужчины тоже могут представить себе, насколько это тяжело. Насколько нужно личную жертву принести для этого. То есть Сара, которая, скажем так, центральная женщина в доме, она напрямую отказывается от своего положения ради рабыни. Для чего? Для врага. Но в тот момент, когда Агар видит, что он забеременен, она начинает пренебрежительно сноситься к Саре. Сара, которая и так уже пожертвовала слишком многим, с этим уже смириться не может. Ей это уже мешает. Авраам понимает Сару, понимает ее ощущения, и поэтому он изгоняет Агар. И тут вмешивается Всевышний. И несмотря на то, что Агар страдает от Сары, Всевышний говорит ей вернуться. Почему? Потому что ее изгнание Всевышнему не угодно. Так не должно быть. Агар возвращается в дом Сары Авраамы. То есть, да, Сара Авраам склоняет свои желания, свои чувства, свои ощущения перед желанием Всевышнего. Все вроде понятно и так далее. Но. По идее, Агар пострадала. О, точнее, Сара пострадала. Она, скажем так, обиженная. Она понесла ущерб какой-то и так далее. И то, что Всевышний показывает, объясняет, что нету никакого права у Сары из-за личного, то есть ее обиды, наносить обиду и какой-то ущерб другому человеку. То есть, той же Агар. То есть, Всевышний говорит Аврааму, что личная боль Сары не стоит выше боли Агар. И Сара должна прекратить над ней издеваться, то есть, и вести себя старой. Кстати, то, что, кстати, есть слова Рамбана, Рабимуша бен Нахмана, который объясняет, что Авраам и Сара в этом случае, то есть, скажем так, высказывает очень тяжелую критику против Авраама и Сары. Он пишет так. Согрешила наша праматерь в этом издевательстве. Измывание. И Авраам тоже позволил это сделать. Поэтому Всевышний за это дал ей потомство, которое будет перед Адам, то есть, которое будет, скажем так, человеком диким и так далее, которое будет потом измываться над народом Израиля разными измываниями. Это как наказание, говорит Рамбан, за то, что Сара и Авраам измывались над Агаром. То есть, Рамбан объясняет, что Агар должна вернуться в дом Авраама, а Сара должна терпеть. Окей. Авраам выучил этот урок на следующий раз. Следующий раз происходит когда? Чуть дальше. То есть, мы открываем. Когда происходит уже в главе Ваера. И увидел Асара, что сын Агарий Египтян, которого она родила, Аврааму насмехается. То есть, да. Потому что уже Ицхак родился. И сказал он Аврааму, выгоня эту рабыню, сын ее, ибо не будет наследовать сын рабыни этой с моим сыном Сацхаком. Окей. И показалось Аврааму весьма прискорбно из-за сына его. Что произошло? Снова попадаем в ту же самую ситуацию. Аврагам, то есть, да, точнее, семья уже Агар, то есть ее сын Ишмаэль, делает проблемы Ицхаку, сыну Сары. Сара требует изгнать его из дома. Ну, тут уже Авраам понимает, что желание Всевышнего другое. Всевышний не хочет, чтобы это происходило. Что боль одного человека, не причина делать боль другому человеку. И поэтому он уже не хочет ее изгонять. И тут вмешается Всевышний снова. И что говорит Всевышний? И сказал Бог Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Все, что скажет тебе Сара, слушай голоса ее, ибо в Ицхаке наречется рот тебе. Ну и сын рабыни народ произведу я от него, потому что он потомок тьмы. Вроде проблема. В чем разница между нанесением обиды и какого-то ущерба, когда наносит Агар Саре, и между чем, как Ишмаэль наносит то же самое Ицхаку. Почему в первом, то есть эти случаи разные. Почему в первом случае с Сарой, то есть поведение Сары не оправдано, а в поведении с Ишмаэлем и Ицхаком, да, оправдано, и нужно изгонять. И тут есть очень важная вещь. В чем разница? Здесь действительно борьба идет не между Агар и Сарой, а между Ицхаком и Ишмаэлем, но уже не как частными Ицхак и Ишмаэль, как два частных человека. А как представители разных подходов в будущем, которые раскроются. Всевышний говорит, что Авраам должен предпочитать и Ицхака. А точнее то, что он собой представляет. Типа Ицхак и Карелих Азера. Ибо в Ицхаке тебе будет названо потомство. Имеется в виду Ицхак продолжит твое дело. Ицхак будет продолжителем твоего дела, поэтому ты должен избрать его. И убрать Ишмаэля. Таким образом, здесь есть сомнения между коллективом, который называется Ицхак, и коллективом, который называется Ишмаэль, а не два частных человека. Таким образом, что происходит? Когда идет бой между двумя частными людьми, там невинные не могут страдать. Когда же идет борьба между коллективами, все идет работать по-другому. Дело в том, что когда большие коллективы сталкиваются, то иногда в этом столкновении, от этого столкновения страдают частные люди, которые не являются преступниками. То есть они ничего не совершили плохого. То же самое мы можем понять таким образом наказание первенцев. Всевышний наказал не египтян, он наказал Египет. Это две разные вещи. То есть здесь нету суда над вот этот вот египтянин или вот этот вот египтянин. Тут есть суд на всем Египтем как коллектив, который находится на плохой стороне и должен быть наказан. И да, там могут пострадать и те, которые не заслужили этого. То есть кроме той идеи, которую говорит Рав Соловейчик, что извините меня и низшие слоя тоже те, которые обижали, тут есть еще одна идея. Что когда идет битва коллективов, то иногда страдают, то что называется, и люди, которые не виноваты ни во в чем. Кстати, таким образом можно объяснить то, что сказано в тратате Бабакама. В тратате Бабакама Равьосов говорит, И вы не будете выходить из своего дома до утра. Почему? Объясняет там Равьосов. Дана право уничтожителю уничтожать, и он уже тогда не разбирается, кто праведник, а кто нет. То есть кто выйдет, то есть он сам дурак, сам виноват. Окей. Вот вам пример, когда мы видим разницу, как мы можем это объяснить. Сейчас приведу еще два примера, которые тоже показывают вот эту вот идею, когда столкновение двух коллективов, то даже может быть тот, кто и не виноват, как часть этого коллектива, который проблематичный, он уничтожается. Одно из примеров, когда Шмуэль, пророк Шмуэль, говорит Шаулю, иди воевать с Амалькитянами. Что он говорит? Это первая книга Шмуэля, 15-я глава. «И сказал Шмуэль Шаулю, меня послал Господь помазать тебя на царство над народом. Израиль теперь прислушивается к голосу речи Господней. Сказал Господь, помню, что сделал Амалек... Помни, помни, что я, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и исцепри все, что у него, и не щади его, а предай смерти от мужа до жены, от ребенка до грудного младенца, от волата до агнеца, от верблюда до осла». То есть Амалек стоял напротив Всевышнего. Амалек выражал, то есть не хотел дать власти Всевышнего распространиться на этой земле. Он выражал зло. То есть, да, таким образом мы обязаны нанести ущерб нации Амалек, как таковой, включая всех. Есть еще один пример. Это пример в Торе. По поводу, что называется Ирганидахан. Что такое Ирганидахан? Это город, в котором большинство поклонялись идолам. Этот город уничтожается. Это книга Дворим. Это книга Дворим. Это глава Ре. То есть глава Ре. Это 13 глава. То есть, если читать по главам этих Гиммель, приблизительно в районе 16 стиха. «То перебей жителей того города острием меча. Разгроми его и все, что в нем и скот его острием меча. Всю же добычу собери на середину площади его, сожги огнем город и всю добычу его всецело Господу Богу Твоему и да будет он вечно грудую развалином. Развалин не должно никогда вновь созидать его». То есть, это называется Ирганидахан. То есть, место, в котором поклонялись идолам и было решено. То есть, да, оно уничтожается, включая всех жителей в нем и уничтожается вместе с этим все имущество. Но если мы откроем в Моруфтар Татьянове, мне очень интересная вещь. В Ирганидахан, в этом городе, в котором он приговорен к уничтожению и задал поклонство, есть один нюанс, который отличает его от Амалекитя. Там сказано, что по поводу праведников, то есть, да, они дам могут уйти, то есть, их не уничтожают, их не трогают, но их имущество уничтожается. Почему? Потому что их имущество относится к коллективу и коллектив должен быть уничтожен, поэтому их имущество уничтожается, но они сами по себе избавляются, потому что они как частные лица не согрешимы. Теперь перейдем немножко к глобальной вещи, то есть, то, что мы сказали. Дело в том, что в любой войне, которая происходит в мире, погибают тысячи людей. Вам не надо это рассказывать. Даже сейчас война на Украине и так далее, погибают тысячи людей и картины, если можно увидеть, называется «Страшный». Кстати, нужно понимать, что боль, которую чувствуют обе стороны в разборах так называемых, она настоящая, она болезненная. И это боль, то есть, которая изнутри пожирает у обоих, с обоих стороны. Это не плач людей и так далее, страдания, и боль, и желание, кстати, мести. Это не наигранное, это настоящее. На самом простом, то есть, это страдание души, милосердие над своими и желание уничтожить другую сторону за то, что он нанес ущерб моей стороне. Это настоящее чувство человека. Но, несмотря на все с этой стороны, есть сторона, которая права, и сторона, которая неправа. Несмотря на всю боль и так далее обоих сторон. И таким образом получается следующая вещь. когда мы идем на борьбу с стороной, которая неправа, иногда мы уничтожаем и тех, которые идут вместе. Почему? Как мы объяснили, вернемся к этим двум объяснениям, которые я дал. Первое. Мы должны понять, что не так уж слишком много праведников. окей. И многие, многие, многие жители, то, что называется, с той или иной страны поддерживают правителя, который несет войну, разрушение, смерть, зло и так далее. И поэтому он должен быть попогибнуть. И поэтому они, в принципе, являются соучастниками, будь они активные или пассивные, поддерживающие тот иной режим. Допустим, как поддерживающий террор, то же самое, допустим, с арабами возьмем, то есть поддерживает террор. Он гражданин, за что его убивать? Он поддерживает террор. Он тоже хочет нам смерти. Он поддерживает террор, будь он это делает активно, когда он посылает своих детей, идет сам на террор, и так далее, дает деньги на террор, и будь он это делает пассивно, соглашаясь, чтобы это делалось. По этой причине он не такой уж и правильный. Но этого недостаточно. Потому что в любой войне, в любом противостоянии погибают те люди, которые реально ничего плохого не делают и даже не поддерживают режим. Например, то есть в той же Азии погибают, я уверен, что есть арабы, которые не хотят никакого террора, не хотят никакого Хамаса, они хотят жить, работать, но они тоже погибают. Когда мы бомбим, когда мы стреляем и так далее. и таким образом мы должны в этом случае обратиться к второму объяснению. Когда есть война, когда есть противостояние, мы не воюем против каких-то личностей, мы воюем против коллектива. И по этой причине тот, кто проживает тому коллективу, он тоже будет страдать. Понятно, что на уровне идеальном и идеи, конечно, было бы шикарно и так далее, что когда мы воюем с плохими, что побегали действительно только те, которые плохие, а те, которые не согрешили и не поддерживают то, что делает плохая сторона и просто они часть этого народа и страдают от этого, их не трогают. Но это невозможно. Так воевать невозможно. Таким образом, скажем так, постфактум в мире, где, скажем так, страны и так далее, выражаются, народы выражаются людьми, то есть, когда мы наношим поражение или удар по тем плохим, скажем так, правителям, людьми, ведущим войны и так далее, то и страдают те люди, которые с ними. Ничего не поделаешь. Но, 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 в этих во всех случаях все равно очень важно подчеркнуть две вещи, которые важны нам сегодня. Даже когда мы идем воевать против плохой стороны, понимая, что там не все праведники, они заслуживают смерти, то есть, и что с той стороны, с которой мы воюем, то есть, там некоторые не заслуживают смерти, но они погибают из-за того, что они часть этого коллектива и ничего не поделают. То же самое, как с казнью первенцев. То есть, если те погибли, потому что они были самоучастниками, пассивными или активными, или потому что они часть этого народа. То есть, Египет. Они не египтяне, именно Египет бьют. Тут мы должны очень важно подчеркнуть, что мы не можем бить, воевать и быть, скажем так, морально и этически правыми, если мы не исправляем, то есть, не держим перед собой, не придерживаемся всегда по двум, точнее, двум важным условиям. Первое условие. Мы должны полностью воздержаться от злонамеренной, или то есть, направленной агрессии и нанесения поражения на, скажем так, те, которые не принимают никакого участия в борьбе. хафимми пеша, то есть, те, которые ничего не сделали. То есть, называется просто мирное население. Мы не, которые вообще никак не участвуют в войне. То есть, не поддерживают, то есть, мы ни в коем случае не имеем права наносить им целенаправленно. То есть, если мы наносим иногда поражение, но это не целенаправленно. Это похоже на то, как Тора говорит, что должны в Иранидахо, то есть, в том городе, который уничтожается из-за два поклонства, там нужно смилосердиться и не дать погибнуть праведникам. То же самое здесь. Я специально не убиваю тех, кто не участвует в войне, тех, которые не поддерживают эту войну и не идут с оружием против меня. Это, то есть, специально этого не делают. Они могут погибнуть, но в этом это первое условие. То, что надо нам моральное право воевать. Второе, мы должны, скажем так, очень важно, мы должны постоянно продолжать вести себя даже в военных действиях, держа то, что называется этическое человеческое нормальное поведение. Раб Лихтештен когда-то объяснил очень интересную вещь. Я просто приведу пример. Есть гмара в тратате Бабакама, которая говорит по поводу человека, который сцепает плетьми, то есть, человек, кто провинился, который заслужил наказание ударами. То есть, да. И там сказано следующее. Если он добавил ему лишний удар, то есть, дело в том, что когда мы наказываем побиением, то человек все эти побиения, то есть, удары должны делиться на три. То есть, их 39, в настоящем, не 40 ударов, они делятся на три. Теперь, врач проверяет, сколько человек может выдержать этот удар. И, в принципе, прекращают удары за один до того, который принесет смерть. То есть, бьют на один удар меньше, человек дошел до очень проблематичной, но не умер от ударов. Теперь, говорят, что если человек ударил на один удар больше, чем сказал врач, то есть, на один удар больше, чем полагалось ему, и этот человек умер, то нанесший удар является убийцей. То есть, убийца, конечно, непредномеренна, по этой причине он должен уходить, бежать в города убежища, то есть, он уходит в изгнание. Почему? Объясняет, Равлихтенштейн объяснил, что когда посланник Бейдина, который наказывает преступника, добавил лишний удар, который не сказал Бейдин сделать, раскрылось, то есть, скажем так, что изначально все его удары были не во имя небес, а из-за его агрессии. Его агрессии и так далее. То есть, называется, макахзарит, то есть, жестокий удар. Поэтому сказано в Гмаре в Тратате Мако. Имеется в виду, что речь идет, мы не ставим во главе народа, людьми, которые двигают народ, так далее, в управлении, лидерами, люди, которые ведут себя неумеренно. То есть, люди должны быть умеренные, которые стоят во главе. Таким образом, получается, что посланник Бейдина, который наказывает за того, кто заслужал наказание, он должен его бить не как, скажем так, выходя из его отрицательных эмоций и ненависти к нему, а потому, понимая, что это закон, который от него требует, и поэтому должен сделать ему точно то, что ему полагается не более того. То есть, в принципе, два условия, которые нам дают моральное оправдание, когда мы выходим на войну, кстати, это мы учим снова из-за казни первенцев, когда мы выходим на войну, моральное оправдание, что мы бьем врага, воюем с ним и так далее, при этом гибнут, скажем так, непричастные люди, которые ничего нам плохого не сделали и даже не собирались делать, у нас должно быть два условия, только тогда у нас будет моральное оправдание. Первое, мы никогда в жизни специально не убиваем и не наносим никакого ущерба людям, которые не причастны, и второе, мы не делаем больше того, что от нас требуется. И когда мы бьем по ним, мы это делаем не из-за отрицательных эмоций, не из-за ненависти, не из-за жестокости, а только потому, что так надо для того, чтобы восторжевалась справедливость, для того, чтобы народ Израиля продолжить, и так далее, и так далее, или народ Израиля, неважно. Только тогда это дает моральное право воевать и даже иногда наносить ущерб или убивать людей, которые не причастны. Это то, что произошло в Египте. Всевышний борется, во-первых, он наказывает и тех, кто был причастен, активно или пассивно поддерживая тирана, сидящего на троне, а также, как говорится, лес рубит, все щепки летят. По причине того, что он наказывает Египет, а не египтян. Поэтому все, кто подходит под Египет, как коллектив, они тоже пострадают. Вот, на этом, скажем так, закончим. Поэтому так строится самое, скажем так, правильно и этически, то есть, правильно, этически, то есть, мусорит, этика, морально. То есть, армия, когда эта армия не воюет, целенаправленно против тех, кто непричастен, если даже непричастные погибают, то это сделано ненамеренно, без злости, без эмоций, а потому что надо воевать, нужно делать вещи. Так, на этом мы сегодня закончим. Я выключаю запись, тот, кто меня слышал, меня слушал запись сегодня, всего хорошего, до новых встреч, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok,